и мы продолжаем изучать тору с в экран начинаем с благодарности всевышнему спасибо всевышнему за все хорошее что он для нас делает все за все что для нас делать потому что вот например у меня я посмотрел что ipad не заряжен был да я все время думал как его удобно ставить и тут и баф и нашел подставочку которая передавно удобно вот в ютюбе лучше видно теперь будет представляете то есть иногда какие-то события которые нам кажутся не очень на первый взгляд не очень хорошими но они если мы на них правильно реагируем и извлекаем из них какие-то уроки если мы благодаря этим событиям там они нас стимулируют и каким-то образом нас делают лучше то в итоге мы можем сказать что не было бы счастья как говорится да несчастье помогло есть такая народная мудрость него бы счастье да несчастье помогло хочу поблагодарить всевышнего да за последние два дня прямо несколько таких жестоких убийц было убито стертость с лица земли спасибо всевышнего что убийца он убирает из этого мира вот эти вот вы знаете дохание потом в хизболе тот кто отвечал за обстрел когда по диме все вот эти дети и принципе вот эти люди которые начали эту войну они все в принципе находятся мне кажется на небе я не знаю я не на небе но те кто начинают войны они конечно берут на себя страшную ответственность за 9 вообще людей но туда дальше мы входим в поле начал защищался всегда знаете в каждый говорить что он на прав в любой ситуации да как говорил царь самон что у человека прямо его глаза то есть каждый что делает он под это подводит обоснование даже фашисты чтобы стрелось их имя они подводили обоснование под убийство там миллионов людей детей прокон с лагеря не все тоже считали хорошими людьми мы знаем здесь в израиле что кто пришел убить значит надо встать убить его первым поэтому спасибо всевышнему что вот этот вот хобби а чтобы стерлось его имя сегодня ночью или ранее значит всевышний тару вас лица земли хоро шо друзья все всем удачи успехов чтобы всем хорошим добрым людям было только хорошо чтобы добрые хорошие люди которые хотят мир хотят любовь хотят делать добро чтобы было все добро а те кто хотят воевать на них всегда найдутся те кто он тоже хотят воевали чтобы посильнее посильнее и добро всегда побеждает а мы с вами продолжаем изучать что такое настоящее добро и мы находимся сейчас в главе 26 26 ворота врата раскаяния чувак значит раскаяния чувак мы изучаем этот очень важный аспект жизни людей и мы изучили что чувак было сразу было тора задумано всевышним а потом после тора было сразу да еще до мира задумано чувак это процесс возвращения раскаяние это процесс возвращения на шаг назад если чек зашел куда-то не туда и раскаялся то он как быть он стирает узнал который он сделал что интересно надо помнить что этот же закон действует и в обратном направлении если человек сожалеет о своих добрых делах он горит их зря делал то зря делал заповеди для дел это он тоже может стереть и тут я тоже сейчас вот только вот я когда это сказал и обратил внимание я встречал людей которые откатывались своем служении всевышнего да то есть они вначале брали на себя очень большое все там будут садиком прямо упирались потом они делали шаг назад потом еще шаг назад потом еще шаг назад и тут эти люди делятся на две категории есть люди которые их царь сама называют силе силе это грешник по вожделению такие грешники по вожделению они обычно так говорят но не могу ну что я могу сделать собой на него вот я такое я животное я животное и бог простит надеюсь он видит насколько я там насколько я животное и это первая категория грешник по вожделению он говорит но все же если не даст силы я значит справлюсь а пока не могу справиться нету сил 2 категория называется царь сама называют в притчах таких грешников и вы и И Вэль это грешник-скептик. Он говорит, а кто сказал вообще, что это все правда? Ну да, я делал что-то там делал, но это я ошибался. И поэтому я стираю все, что я делал. И поэтому, значит, вообще делать ничего не надо. И они доходят до того, не дай бог, чтобы сказать, что вообще и правил нет, и Бога нет, и все дозволено. И таким образом он себе, вот этот грешник, он делает себе на секунду вроде бы ему легче. Потому что сложнее сказать, что я животное, и я грешу, потому что я животное. Это как бы с точки зрения эго, у человека есть вот этот эго его, да, его гордость, гордыня. Значит, сложно сказать, я согрешил, потому что я животное. А сказать, типа вот, а я, как один я читал пост, один пишет, я много лет молился, а потом типа понял, что там никого нет. А как ты понял, что там никого нет? Что ж ты такой понятливый? Да, раньше был непонятливый, а тут ты стал понятливый. Это называется грешник-скептик. Он вместо того, чтобы сказать, что я молился, но очевидно Всевышний что-то от меня хочет другое, чем я делал, может я молился и делал что-то не так, может я как-то там где-то я помимо того, что я молился, я при этом еще кучу людей побежал по ходу дела, да, он вместо того, чтобы сказать, что есть Бог, он творец, он лучше меня знает, что для меня лучше, он говорит нет, его нет, понятно, да, вот эта разница. Шува, вот этот механизм возвращения, раскаяния, он позволяет, как откатить назад версию, когда человек согрешил и он говорит, я ошибся, так же он может откатить назад версию, когда он сделал добрые дела и он откатил назад, я ошибался, когда делал добрые дела, то есть Бог предусмотрел вот этот механизм возврата, чтобы нас спасти, но злодеи иногда могут этим же механизмом себя же уничтожать. Дальше двигаемся, мы узнали 7 вещей, которые были созданы до сотворения мира, да, помните какие-то вещи, это Тора, раскаяние, ад, это рай, это Тесеакавод, Тесеакавод это трон Всевышнего, это храм и это Машех. Вот были вот эти вот 7 элементов построены до мира, потом было построено мироздание, но эти 7 элементов, они такие ключевые в духовном мире. Сейчас автор книги приводит нам 7 причин, почему стоит раскаяться, пишет он так, существует 7 причин, по которым человеку следует раскаяться в молодости, пока он еще в расцвете сил. Я вот сразу вспомнил, что вот сегодня урок лично вот я посвящаю моей тёще, это маме моей мамы, развязательно, чтобы она выздоровела, чтобы у меня было, мне сейчас ставят ей диагнозы, там разные диагнозы. Интересно, как удивительно, что врачи ставят, один врач ставит диагноз, все, завтра операция, там все. Я жене говорю, Реб connects ей сказал, надо идти к другому врачу, чтобы было 2 разных врача, поставили диагноз, а потом идти к третьему врачу, другу, который посоветует, что с этим делать. Она идет ко второму врачу и тот вообще не видит тот диагноз, который поставил первый. А тот первый сказал, все, на операцию, срочно делать операцию, а жена второму не сказала врачу, что диагноз, который первый поставил. И он посмотрел, посмотрел, говорит, все у вас нормально, там есть какие-то надо обследования, до обследования. Там одну проблему заметили оба врача и послали там на обследование. Но вот тот диагноз, что надо было ложиться на операцию, второй врач вообще не заметил. Вот сейчас будет обследование, и потом она посоветуется с врачом-другом. Это вот был как раз технология Любайческого Рэба, что нужно обратиться к одному врачу. Он поставил диагноз ко второму врачу, который вообще их не соединенный, чтобы он не знал про первый диагноз. Но в этой же сфере найти хорошего врача. И третье, пойти к врачу-другу, которого он реально тебя любит, ты доверяешь ему, и значит с ним советоваться. В общем, чтобы было полное выздоровление, Раиса Васильевна. А вы можете посвятить свое изучение, свой урок, свое духовное усилие и стремление к Богу и выполнение его заповеди. И можете эту силу духовную, которую вы сейчас пробуждаете в себе, посвятить своему какому-то родственнику, себе, какому-то делу, какое-то то, что вам нужно. Потому что мы знаем, тот, кто выполняет волю Бога как свою, то Бог выполнит потом его волю как свою. Итак, значит, 7 причин, почему следует раскаяться человеку в молодости, пока он еще в расцвете сил. Первая причина. Значит, во-первых, раскаяние это не просто так. Человек делает грех, да? Он говорит, ой, прости, Всевышний, я сделал грех, я больше это делать не буду. Но если ты этот грех сделал, да, то есть, то ты посмотри вокруг, может, еще десяточек где-то сделал, но ты не знал. То есть, ты как бы, ну, уже начал раскаиваться так вперед. И он говорит, если ты уже начал раскаиваться так вперед, так нам столько говорит, что, как про Тору сказал Иов, что длиннее земли ее мира и шире море. То есть, Тора она безграничная. Дальше он приводит здесь, Мишна Пертьевод сказал ее ради Тарфон. Он сказал так. Айонка царун, говорит, день короток. Вы облахами руба. Работы много. То есть, Всевышний так сделал, чтобы заниматься Торой. Вот если ты с детства начинаешь ей заниматься, тебе на всю жизнь, до 100 лет, есть чем заниматься. Талмуд, например, чтобы изучить вавилонский. Это нужно, если по листу в день учить, это где-то часа два. Это нужно, знаете, сколько? Семь с половиной лет. Семь с половиной лет, чтобы только Талмуд пройти. То есть, Тора, она безграничная. Ты можешь погружаться в изучение Торы. Ста лет не хватит. Значит, сказал Роби Тарфон, день короток, имеется в виду жизнь коротка. Вы облахами руба. Работы много. Это то духовная работа, ради которой человек создан и сотвоем. Вы опаали ма цирим. Рабочие ленивые. Кто рабочие? Это руки, ноги, тело. Это мозг. У человека есть инстинктивный мозг. Есть мозг млекопитающего. Вот это вот рабочие. То есть, у нас у каждого есть интеллект. Человек утром встает, говорит, надо бы зарядку сделать. Было бы классно сейчас побегать. Так вот прямо походить хотя бы. Да, вот я мало. Вообще, так было бы правильно сейчас там сесть, поучиться. А тело такое, на диван там или куда-то тело. И все. Человек думает, надо бы, конечно, здоровую еду кушать. Да, надо бы, надо. Потом бак, замечает себя сидит, скажем, бутербродом таким вредным. Рабочие ленивые, говорит Раби Тарфоном. Вы опаали ма цирим. Вы сахар арбе. Награда очень большая. Вечная жизнь. Мы знаем, что если человек успел за свою жизнь в этом материальном мире собрать достаточное количество торы, заповедей и добрых дел, то он собрал то топливо, которое, когда тело отмирает, когда отстёдивается вот эта вот вертикально ходящая лужа, как сказать, ну, ступень ракеты, да, то тогда интеллект человека, его эго, его душа, то человек взлетает после того, как тело отмирает в рай, в духовный мир. Если у него больше, как бы, подъёмная сила есть, но есть много каких-то грехов, то тогда он попадает в чистилище. То есть он идёт в рай через чистилище. То есть его, как бы, маршрут вам в чистилище, и там он страдает равноценно, сколько он ради удовольствия грешил. Люди же грешат. Почему? Только надеются получить удовольствие. Не будет человек, например, есть некошерную еду, если она невкусная. Вот ему скажут, ты знаешь, нельзя есть гниль какую-то. Он скажет, нельзя, я не буду, я что, претендую, я не буду есть гнилую еду. А если ему скажут, смотри, ну, вот это вот такая она, посмотри, какая вкусная, некошерная еда. Да, да, она вкусная. Он, ладно, кайфанул, съел некошерную еду, а потом ему эта некошерная еда, его душу так запачкала, что он потом говорит, ну, всё, я же и дзаку давал, и я всё помогал, и Тору учил. Мне же в рай он взлетел уже, тело отстегнулось. Он говорит, извините, заезжаем на химчистку. На химчистку у вас тут пару вмятин таких, с которыми в рай не пускают. Вот за что вмятина? А помните, вот вам, пожалуйста, ресторан, некошерная еда, помните? Блин, ну, это ещё некошерная еда, это одно. Есть ещё некошерные отношения, когда он вступил там в запрещённые отношения. Ему показывают эти потом некошерные отношения. Он такой, блин, вообще как? А там, знаете, наверху в духовном мире собрали все родственники, которые там удостоились. Говорят, ну, как он там жил? А говорят, извините, он сейчас в ад едет, ну, давайте фильм посмотрим, за что? Они такие, вау, ему стыдно. Но это, опять же, я вам образно это объясняю. Почему я так образно объясняю? Потому что, действительно, мы уже проводили на прошлом уроке параллель, как объяснить неандертальцу про фильм, который смотрит в интернете. Да, он не понимает ни, что такое интернет, ни компьютер, ни фильм. То есть, поэтому нам духовные понятия объясняют нашим понятным языком. Иногда упрощённо очень. Хорошо, первая причина такая, что Сахар Арбе, Веба-Лаба-Духеф, Бог это хозяин дома, он человека подталкивает. То есть, человек, который грешит, ему не будет хорошо. Ему может быть временно хорошо, но глобально ему даже в этом мире будет нехорошо. Единственное, что, если человек, вот он злодей, ему перекрыт вход в духовный мир, тогда Всевышний может его оставить в покое, и бывают злодеи, которым да, хорошо. Но это хорошо, уже Всевышний говорит, всё, у вас шансов нет, подталкивать я вас никуда не буду. Вам никакие неприятности не помогут. Ну, какие-то небольшие добрые дела, которые вы делали, так как вы уже в духовный мир вечно не попадёте, вам идёт выплата в этом мире. И злодеям иногда бывает, Всевышний просто их оставляет в покое, у них нет никаких неприятностей. Как тоже нам говорится в Торе, что Эн-Бе-Адейну нету в нашей, как бы, в руке, нет страданий праведников, мы не знаем, почему праведники иногда страдают, нет шалва-решаим, нет благоденствия злодеев. То есть Всевышний иногда, вот этот Ханя, например, да, он злодей вообще конченый. Но он был 4 миллиарда долларов в состоянии, он пожил до своих там 50-60 лет в комфорте, в роскоши, и значит, опа, его сегодня ракета в 2 часа ночи и прервала его злодейскую жизнь. То есть Всевышний, очевидно, ему за какие-то его добрые дела, может, он кому-то помог, какую-то бабушку пожалел, кому-то он там что-то сделал. Да, там он 4 миллиарда украл, но, может, он там 4 миллиона раздал на дзаку, да, то есть тоже вполне возможно. Поэтому ему Всевышний дал пожить. В общем, смотрите, первая причина, почему нужно раскаяться как можно раньше, что работы много. Для того, чтобы не просто раскаяться, да, вернуться ко Всевышнему, а для того, чтобы успеть себе заработать вот этот вот духовный капитал следующего уровня жизни, это на это нужно время. Поэтому не надо откладывать. Кто там откладывает на потом? Есть такие люди. Ну, я сейчас в молодости погрешу, еще погуляю. Гуляй пока молодой. А потом, типа, я уже раскаюсь. Не надо. Первая причина – не успеешь. Работы много – не успеешь. Как говорится в Пертьевод, вторая глава, пятая Мишна – не говори. Когда освобожусь, стану учиться. А вдруг не освободишься? Значит, еще здесь я пропустил чуть-чуть, но вот тут такой есть смысл, что человек, он почему, он откладывает духовный рост, уроки Торы, заповеди и так далее. Почему он откладывает? Раззаботы. Он говорит, слушай, ну мне, подожди, куда мне это? Мне нужно там, то мне нужно, это мне нужно. У меня тут проблема, там проблема, здесь проблема. Он откладывает сюда, у него проблема. Проблемы никогда не закончатся. Проблемы в жизни никогда не заканчиваются. Только ты одну проблему решил, вторая наступает. Только вторую решил, третья наступает. То есть нет такого, чтобы не было проблем. Поэтому не откладывай работы много, занимайся духовной работой, хотя бы выдели на это. Вот мы сейчас начинаем, полчаса урок Торы. Отлично. Добавь потом пять минут в следующем месяце. Еще пять минут. Еще пять минут. Еще пять минут. Тут добрые дела, тут заповеди. Все время нужно усиливаться в вот этой вот духовной работе. Вторая причина. Если человек отложит свое раскаяние до тех пор, пока не соберет капитал, он еще большего желает денег. Как сказали мудрецы, нет человека, который бы вышел из этого мира с половиной выполненных своих вожделений. Энадам Мэтт, выхатимитова, а то выэдо. Не бывает, что человек умер, и половина из того, что он хотел, была бы в его руке. Значит, есть у людей, некоторых, вот я знаю, такое упражнение, есть в... Есть такое упражнение виш-лист. Значит, виш-лист, лист желания. Рекомендуют его коучи, тренеры, запиши все свои желания, и значит, у тебя есть вот этот... Что, когда лист закончится, уже не будет новых желаний, появится еще больше листов. Человек так устроен, что то, что у него есть, ему надо обязательно в два раза больше. Так говорит мудрая стора. Поэтому, если он скажет, вот я заработаю, и тогда я буду учиться. Когда заработает, ему нужно будет в два раза больше заработать. И в Экклезиасте сказал царь Саломон, мудрейший из людей, пятая глава, девятый отрывок. Любящий деньги деньгами не насытится, что у него никогда не наступит насыщение. Это как соленая вода. Там есть два значения, что деньги невозможно скушать. То есть, все равно деньги, это не что-то реально насыщающее. Это некая субстанция, которая, которая вот у тебя, она есть, ты можешь что-то купить на нее, да, поменять. Но тут же что-то ты не можешь купить. Когда ты их потратил, у тебя нету, у тебя есть то, что ты купил. Но когда то, что ты купил, ты уже этому не радуешься. А у тебя есть то, что ты хочешь купить, а денег нет. Он говорит, это бесконечный процесс, поэтому не откладывай духовную работу и чу, пока месты уже все заработаешь. Никогда всего не заработаешь, поэтому полчаса, потом 35 минут, потом еще одна заповедь, еще одна заповедь, шаббат и так далее. То есть, начни, начни добавлять, добавлять в святости и по чуть-чуть убавлять в суете обычного мира. Дальше. Третья причина, почему не надо откладывать с раскаянием. Время летит, а работы много. Приводится опять вот эта вот Мишна, Йомка Царвы, Мохамеру Бар. Значит, все очень, жизнь пролетает, как тень. Говорил царь Давид, что жизнь, как тень пройдет. Как какая тень пройдет? Вы думаете, что как тень от дерева, там, ну, мудрецы говорят, что стоит дерево, у него тень, и в течение дня тень, она исчезает. То она вот, солнце восходит, тень длинная, поднимается тень короткая, потом она тень длинная, потом ночь заходит. Они говорят, не, не это он имел ввиду. Жизнь так быстро проходит, как тень от птицы, которая летит. Это, представляете, какие метафоры красивые? Это жизнь, не как тень от дерева, жизнь, это как тень от летящей птицы. Пролит, просто мелькает, пролетает. Почему? Если глубже вдуматься, то жизнь, как такова, она длится только одну секунду, сейчас. Все остальное, это ожидание жизни, это будущее, которого еще нет, и воспоминания о прошлом, которого тоже нет. И вот эта секунда, она пролетает, как мгновение, да, то есть, она пролетает, его нет. Все, и так всю жизнь, секунда за секундой, тык-тык-тык, нету. И человек, подожди, жизнь пролетела, жизнь пролетела, все. Он говорит, поэтому задумайся об этом и присоединяйся к вечной жизни. То есть, у тебя есть возможность через тору заповеди и добрые дела присоединиться к вечной жизни. Четвертая причина. Когда человек опаздывает исправить самого себя, злое начало усиливается и усиливается, и сердце твердеет. И вот человек уже привычен к нарушениям и проступкам, и все нарушения и проступки подобны в его глазах разрешенному, и он не сможет очистить себя. Чем больше человек привыкает к какой-то деятельности, даже неправильной, тем сложнее ему избавиться от этой деятельности. Он уже привык, ну все, он говорит, ну я уже курю по шабатам всю жизнь, я курю. Ну как я брошу курить по шабатам? У меня детство, Захарной Альбрахал, он в 72 года, в 72 года он сделал обрезание, он бросил курить. Все тоже где-то за 70-м, было всю жизнь он курил, после 70-м бросил курить, бросил пить. И он начал соблюдать заповеди, учить тору, соблюдать заповеди, уже ему было далеко за 70. И он, слава богу, ушел из этого мира в 89-м, 32-го года, и он ушел в 22-м году, когда война в феврале, как раз месяц, не дожил до 90 лет. Да. Похоронен вот здесь, в Иерусалиме, Арамин уход, на еврейском религиозном кладбище. Все, значит, придет, Маше встанет, с божьей помощью тут как раз. Это как портер, когда придет Маше, будет воскрешение из мертвых, те, кто в Иерусалиме похоронены, встанут первыми. Значит, поэтому не откладывай. Это исключительный случай, да? Исключительный случай, потому что обычно, чем старше человек, тем ему сложнее изменить свои старые закостеневые привычки. Теперь пятая причина. Он говорит, ну вообще не откладывай до старости. А кто сказал, он пишет, что ты доживешь. Возможно, человек не продлит свои дни и умрет до того, как раскается. Поэтому в Каэлите царь Самон писал в Экклезиасте, будут твои одежды белыми в любое время. То есть, он говорил тогда, не откладывай. То есть, будьте, все время раскаивайся, все время возвращайся. Если совершил какой-то проступок, прямо конкретно вернись. Скажи, что, ой, зачем, зря все. Проси Всевышнего. Проси, чтобы он тебе дал силы. Проси, чтобы он тебя не ставил перед испытаниями. Очень важно, я, например, всегда прошу Всевышнего, чтобы он меня не ставил перед испытаниями. Я уже знаю, что я, значит, человек не сильный по испытаниям. Я когда-то выучил, что ставьте сияк для Торы, ограду для Торы, да, это в картилах мы учили. Я просто убегаю от всех возможных ситуаций, где можно как-то согрешить. Просто лучше не приближаться и просить Всевышнего, не давая мне испытания. Как Равискак Дзильбер, я, кстати, вот это видео короткое посылал в телеграм-канале, и там он сказал, его спросил кто-то, Равискак, расскажите, вот жизнь это испытание? И он там подумал, подумал, говорит, да, жизнь это испытание. Всевышний дает каждому испытания по силам. И он говорит, если человеку Всевышний дал испытания, он ему давал силы и выстоять в этом испытании. Каждому по его силам. Знаете, как спортсмен, заходит в спортзал, один подходит сразу, там, штанг, не хватает штангу, тягает. Второй делает упражнение с весом тела. Третий взял резиночку, какую-то с резиночкой стоит там, двигается. Четвертый просто медитирует, сел медитирует. Вот, в зависимости от нагрузки идет результат. Поэтому испытание, лучше избегать испытания. Но он говорит, смотри, пятая причина, что не откладывай раскаяние, потому что никто не знает, когда человек уходит. А надо успеть набрать вот эту духовную силу для взлета, потому что жалко будет прожить эту жизнь и потерять возможность зайти в вечность, в вечный кайп. Это очень жаль будет. Шестая причина. Когда человек опаздывает раскаяться, его преступления устаревают в его глазах. Он забывает их скорб. То есть, человек, который откладывает на старость, он может забыть. Может начаться деменция или что-нибудь такое, и он забудет вообще, что он грешил. Он может вообще забыть, как его зовут. Это ужасно. Поэтому нельзя откладывать. И седьмая причина. Когда человек стареет, и силы в нем слабеют, ему легче раскаяться. Действительно, чем ты стареешься, становишься, тем тебе легче раскаяться. Ну, с какой-то стороны, то есть, тебя вот это инстинкт, злое начало животное, оно перестает меньше. Оно перестает так тебя драйвить, как в детстве. Но, опять же, он говорит, тогда, если ты в старости раскаешься, то будет меньше награда. Он говорит, если ты в старости начнешь спортом заниматься, ты, конечно, получишь результаты, но не такие, как если начнешь в молодости. Все, мы узнали всем причин, что надо раскаиваться, поэтому все, начинаем раскаиваться. Начинаем прям конкретно раскаиваться. Главное, тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогут изучить, обучать, то есть, он поймет на таком уровне, что сможет этому обучать, запомнить и сделать. Поэтому подумайте, за какую один-два своих таких не очень хороших поступков, а по той времени очень хороших, вы можете раскаяться, перестать их делать, сказать Всевышнему, что я сожалею, что я делал, и я прям реально пожалеть, перейдать на себя на будущее, что я не буду это делать, попросить помощи в этом Всевышнего, и, значит, радостно заняться чем-то другим. Все, всем удачи, успехов, чтобы с Божьей помощью в заслугу наших уроков наступил мир везде, мир в душе, мир в семье, в отношениях, и мир во всем мире, чтобы прямо мы посылаем лучи шалома, которые должны осветить, и этот свет, он, естественно, все зло уничтожит, всю гниль сотрет, а, значит, хорошие, добрые люди будут сиять, радоваться, веселиться, прославлять Всевышнего, выполнять заповеди, благодарить Всевышнего за каждую секунду в жизни, которая проходит как тень, убирать в себе какие-то негативные качества, которые возникли как-то случайно, мы же Маугли, мы реально, что такое человек? Маугли, как воспитали, где уродился, такой и получился. Все, всем удачи, успехов, Божественная Душа, это вот тот маяк, к которому надо стремиться. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok